Среди городской самотохии у мемориала героям-подводникам витязи черноморских глубин, вот уже в четвертый раз 1 июля проходит митинг-рэквием. Члены экипажей подводных лодок, которые несут службу прямо сейчас, и ветераны черноморского флота почтили память товарищей, погибших на атомной станции «Лошарик» в Баренцевом море. Самое важное, что мы сейчас можем сделать для людей, которые совершили подвиг, помнить о них. Помнить о том, что они совершили для нас. Помнить, что они совершили для Родины. Конечно, мы знаем с вами, что военно-морской флот самая консервативная организация, и она бережно хранит традиции. И вот одна из традиций таких военно-морском флоте отдать жизнь за Родину, если это необходимо. В 2019 году, в первый июльский день цены своих жизней, 14 моряков-подводников спасли атомную глубоководную научно-исследовательскую станцию «Лошарик» и гражданского специалиста. Произошел пожар, в результате которого во время борьбы за живучесть погибло 14 высших офицеров военно-морского флота. Они с честью выполнили свой долг подводников, спасли аппарат глубоководный и жизнь остального экипажа. Среди погибших два выпускника Севастопольской Голландии – Андрей Воскресенский и Владимир Абанкин. Из 14 погибших четверо удостоены звания Героя Российской Федерации. 10 награждены Орденом Мужества Посмертно. Спасли жизнь гражданского. Во-вторых, и это самое главное, они до конца выполнили свой военный, служебный и патриотический долг перед Родиной и показали всю свою доблесть, показали готовность выполнить то, к чему им учили всю их жизнь. Севастопольцы почтили память погибших минутой молчания возложения венков к мемориалу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова